Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Сегодня мы с вами рассмотрим два важных окончания, встречающихся в практической игре. Их важно знать и запомнить, потому что рассчитать их во время цитнота практически невозможно. Данное окончание было разобрано шашистом Ганяевым в журнале «Конская охота» в 1896 году. Белые побеждают данные позиции. Ну, во-первых, ставим дамку на поле С5, то есть грозим сыграть АЖ7 и поймать дамку черных в петлю. Но черные играют дамкой на поле Е5, и тогда, если белые сыграют дамкой на поле АЖ4, то победить у них не получится. То есть здесь не проходит идея поимки дамки. Черных они играют по полям Б2 и Е1, и им не страшно попасть вот в такую петлю, потому что в этой позиции ход черных будет, они сыграют БЦ7, и здесь черные даже выиграют. Но здесь, в этой позиции, есть важная идея, которую надо знать. То есть белые играют не на АЖ4, а на поле А5. И у черных единственный ход дамкой на поле Ф6. Единственный ход. То есть, друзья, если бы в этой позиции был ход черных, они проигрывали во всех вариантах. Запомните эту позицию. То есть нельзя играть на поле АЖ8 из-за хода АЖ7, и дамка черных попадает в петлю. Нельзя играть на поле Е5 из-за хода СД6, и белые побеждают. И нельзя играть дамкой на поле Б2 и Е1 из-за хода дамкой на поле С3, и дамка черных попадает в петлю. То есть при очереди хода черных эта позиция выиграна за белых. Но в данной позиции ход белых, и им надо как-то выиграть темп. Это достигается не совсем обычным способом, то есть белые выигрывают в 4 хода, а не как обычно в 3. То есть белые передают очередь хода черным. Играем дамкой на поле b4 и в этой позиции у черных единственный ход. То есть надо играть при сильнейшем сопротивлении на поле h8. Единственный ход. Если черные сыграют на поле e5, тогда мы играем дамкой на поле e1. Сюда нельзя играть будет из-за хода дамкой на c3. На h8 нельзя будет из-за хода hg7 и дамка черных попадает в петлю. У черных останется единственный ход дамкой на поле f6. Тогда мы сыграем на поле a5 и видите мы передали очередь хода черным. То есть чтобы такого не произошло, в этой позиции после хода дамкой на поле b4 черные играют не на e5, а играют на поле h8. Но теперь белые делают точный ход дамкой на поле d2. Теперь смотрите, если черные играют, занимают поле f6, тогда мы снова получаем эту позицию при ходе черных уже. То есть здесь черные проигрывают. Поэтому у черных остается единственный ход дамкой на поле e5. Ну сюда нельзя опять снова из-за хода дамкой на c3. Они играют на e5, тогда мы играем на поле e1 и у черных остался единственный ход f6. Теперь мы играем на поле a5 и получили вот эту позицию при ходе черных, они здесь проигрывают. Вот такой интересный эндшпиль. Следующая позиция была разобрана шашистами Гавриленко и гроссмейстером Зиновием Цириком в его книге «Шашечный эндшпиль» 1959 год. Белые побеждают вне зависимости от очереди хода. При ходе белых они побеждают таким образом. Играем дамкой на поле g1 и мы грозим сыграть затем gh2, затем hg7 и gf6 и поймать дамку черных в петлю. Чтобы препятствовать эту плану, черные обязаны играть ab4. Теперь белые играют gh2, ну и на ход bc3 единственный мы играем hg7. Теперь у черных единственный ход ab2. То есть обратите внимание, cd2 нельзя из-за того, что черные попадают в петлю. То есть белые сыграют gh6 и hg7. И дамка черных попадает в петлю. Белые легко побеждают. Также в этой позиции нельзя было играть cb2, потому что белые скромно ставили дамку. Ну и в ответ на постановку дамки черными они ловят одну из дамок вот таким образом. А вторая дамка погибает на большой дороге из-за столбняка. Поэтому в этой позиции у черных единственный ход ab2. Теперь белые ставят дамку на поле f8. И у черных снова единственный ход дамкой играть на поле a3. То есть видите, друзья, нельзя играть дамкой черным на поле a1. То есть если они будут пытаться как-то защищаться таким образом, мы нападаем на шашку черных. Снова нельзя отходить из-за gh6. Черные побьют дамку и hg7. И белые побеждают. Поэтому черные в этой позиции будут обязаны закрыться. Ну тогда мы отдаем дамку и шашку. И побеждаем вот таким образом. Поэтому черные в этой позиции играют b3. Тогда белые играют gh6. Ну и в этой позиции белые побеждают. То есть на ход cb2, cb2 или cd2 мы отдаем дамку и шашку. И побеждаем вот таким образом. А если черные в этой позиции играют ab2, тогда играем fg7. Ну и черные обязаны отдать или дамку или шашку. Потому что нет хода b1. Потому что белые побьют и дамка черных снова попадает в петлю с выигрышем. Друзья, вкратце объясню, почему белые выигрывают. В случае, если черные, допустим, отдадут дамку или шашку. Белые проводят свои две шашки в дамке. И затем строят в так называемую коробочку. То есть они строятся вот таким образом. Либо в этом углу, либо в этом. То есть доска симметричная, тут без разницы. Ну и где бы дамка черных не находилась, она тут же ловится. То есть если она находится на этом фланге, мы играем таким образом. Дамка попадает в петлю. Если дамка черных где-то на этом фланге, мы играем таким образом. И дамка черных попадает в петлю с выигрышем. Если же черные нападают на дамки с полей d8 или h4, тогда мы закрываемся. Ну и следующим ходом ловим дамку черных вот таким образом. Если с этого поля нападают, закрылись, допустим, отошли, поймали в петлю. Также можно строить коробочку на этих полях и, соответственно, на этих полях. Это то же самое. То есть где бы дамка черных не находилась, белые легко побеждают. Если на этом фланге, тогда играем таким образом, и дамка попадает в петлю. Если где-то на этом фланге, отдаем две дамки и легко побеждаем. Если черные где-то находятся на полях d8 или a5, тогда отдаем таким образом. Ну и зажимаем дамку черных, им некуда ходить. Теперь рассмотрим эту позицию при ходе черных. У черных есть два хода, а b2 и а на c3. Если черные играют а b2, тогда играем дамкой на поле g1. Ну и черные обязаны снова играть, тянуть свою шашку опять на поле c3. Для того, чтобы закрыться от этой петли. Тогда мы играем gh2 и на ход bc3 играем hg7. Ну и у черных единственный ход b3. То есть в этой позиции, видите, cd2 снова нельзя играть, потому что играем gh6. И ловим дамку черных в петлю. Таким образом. Если черные играют дамкой на a1, тогда ставим дамку по большой дороге. Надо закрываться. Ну, тогда жертвуем дамку и шашку. И белые легко выигрывают. Поэтому в этой позиции у черных единственный ход сыграть дамкой на поле a3. Теперь белым надо сыграть, сделать очень точный ход hg3. Этот ход единственный, который ведет к победе. Остальное не выигрывает. То есть начинающие шашисты, ну и шашисты-любители, они, конечно, навряд ли найдут этот ход. Эту идею полезно запомнить. То есть играем hg3 и выигрываем во всех вариантах. У черных есть несколько ходов. Давайте рассмотрим их в порядке очередности. Если черные играют cb2, тогда играем gh6. Ну и на постановке дамки на поле a1, тогда ставим дамку на поле h8. Теперь черные играют a3, b2. Ну и белые легко выигрывают. Играем gh2 и следующим ходом выигрываем. То есть если черные отходят, тогда мы размениваем одну из дамок и строим треугольник Петрова. Если же черные играют, допустим, bc3, тогда бьем. Ну и дамка черных гибнет. Если черные в этой позиции вместо cb2 играют cd2, тогда нападаем дамкой таким образом. Черным надо ставить дамку. Ну и белые разменивают одну из дамок. Затем проводят все три шашки в дамке и строят треугольник Петрова. Кто не знает, как выигрывать с помощью трех дамок одну дамку соперника, подсказочку оставлю в верхнем правом углу. Если в этой позиции черные нападают на одну из шашек белых, тогда играем в gh6. Ну и на ход cd2, допустим, снова нападаем таким образом. Черные вынуждены ставить дамку. Тогда ставим дамку на поле h8. Ну и легко выигрываем с помощью треугольника Петрова. Если же черные нападают, мы закрываемся, играют cb2 вместо cd2. Тогда ставим дамку по большой дороге. Ну и если черные ставят дамку сюда, тогда мы играем таким образом, размениваем эту дамку. Если черные ставят дамку сюда, тогда размениваем дамку таким образом. Ну и также побеждаем с помощью треугольника Петрова. У черных остался единственный ход, допустим, дамкой на поле c5 или на поле b4. Ну тут без разницы. Если на c5 нападаем с поля e1, ну, закрываться, видите, нельзя, потому что белые поставят дамку и затем выиграют эту шашку. То есть в этой позиции черные будут обязаны сыграть cb2. Ну тогда ставим дамку по большой дороге и легко выигрываем. То есть сюда нельзя из-за хода gf6, а на поле b2 нельзя из-за такого. То есть белые разменивают одну из дамок черных и легко побеждают с помощью треугольника. Если же черные в этой позиции как-то пытаются схитрить еще, защититься, играют ab2, тогда играем gh6. Ну и здесь у черных есть также три хода. Если они играют дамкой на поле a1, тогда играем на поле h8. Ну и на ход ab2 играем gh2. У черных остается единственный ход, допустим, на a1, белые бьют, черные бьют и белые легко побеждают. Если в этой позиции черные не играли ab2, а, допустим, пошли бы cd2, тогда они попадали в петлю. То есть белые отдают одну шашку, затем еще две и выиграют. Ну и последний возможный ход за черных в этой позиции, если они играют дамкой на поле a3, тогда ставим дамку по большой дороге, надо отходить. Затем играем дамкой на поле e1, надо ставить дамку. Ну и белые разменивают одну из дамок черных и побеждают с помощью треугольника Петрова. Ну и сильнейшая защита в этой позиции за черных, если они играют сперва дамкой на поле c3. Теперь белым надо играть аккуратно, сделать очень точный ход. То есть если они будут придерживаться этого плана, сыграют дамкой на g1, этот ход здесь уже не выигрывает. Черные играют ab4, ну и на ход gh2 они уходят с большой дороги. То есть теперь если белые играют a g7, мы уже свободно идем в дамки, ну и на постановку дамки играем cd2. То есть если белые пытаются пройти в дамки, тогда уже в этой позиции черные делают ничью. Друзья, в этой позиции, конечно, компьютер находит ничью во всех вариантах за белых, но все-таки так играть я не рекомендую, здесь можно не выиграть. То есть если черные играют дамкой на поле h4, белые сыграют дамкой на поле g1, ну и в ответ на постановку дамки, здесь все-таки есть выигрыш ходом hg7. То есть белые неминуемо проводят все 4 шашки в дамке и должны победить. Но так играть я не рекомендую, потому что, во-первых, здесь выигрыш более сложный, во-вторых, здесь можно и не выиграть. Как выигрывать четырьмя дамками против двух, подсказку оставлю в верхнем правом углу. То есть в этой позиции гораздо более простой выигрыш после хода дамкой черных на поле c3 сыграть на поле f2. То есть не уводим сразу же дамку на g1, а играем на f2. Для чего это делается? Для того, чтобы черные не смогли сыграть ab4, потому что мы сыграем дамкой на e1, ну и неминуемо выигрываем эту шашку. Если же черные играют, допустим, ab2 или a1, тогда уже все сводится к тем вариантам, которые мы рассмотрели. То есть мы играем на поле g1, ну и все сводится к рассмотренному выше. Белые легко побеждают. То есть защита в этой позиции за черных, если у вас получилась такая позиция, лучше всего сыграть на поле c3. Если белые сыграют на g1, то есть мы получаем сложное окончание. Две дамки против четырех дамок, там белые могут и не выиграть. Если же они точно сыграют на f2, тогда мы сыграем на ab2, ну и на ход fg1 играем уже ab4, сюда, сюда, сюда. Ну и здесь защищаемся, то есть играем на поле a3. Ну и белые все-таки здесь побеждают именно ходом hg3. Остальные ходы здесь не выигрывают. То есть hg3, а остальное ведет к ничьей. Здесь не так-то просто выиграть, если белые не знают вот этот ход. То есть надо обороняться именно таким образом, за черных. Друзья, если вам понравилось данное видео, пожалуйста, поставьте большой палец вверх, подписывайтесь на канал, можете поделиться этим видео в соцсетях, поддержите мое творчество. В связи с возможной блокировкой ютуба, предлагаю подписаться вам на свой телеграм-канал Шашки с Олегом, ссылочку на этот канал оставлю в описании ролика и закреплю в комментариях. Пишите ваши комментарии, задавайте вопросы, если что-либо не ясно, отвечу на все вопросы. Друзья, давайте воевать только на шахматной доске. Играйте много, играйте честно. Увидимся на шашечных баталиях. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok